Вы знаете, ведь у покаженного народа такой благодатный материал, такая благодатная почва для того, чтобы быть художником. Столько еще героического эпоса, сказаний, легенд, герои которых ждут своей очереди, когда же кто-то, либо это юное дарование, либо зрелый муж, наконец-то их покажет. И люди не только словесный портрет будут знать, а именно зримый портрет. И вот я хочу сейчас дать слово уважаемому мною человеку, директору художественной школы имени Дмитрия Каратанова Александру Григорьевичу Григорьевичу. Спасибо. Во-первых, я хотел бы поздравить Игоря Ивановича с предстоящим юбилеем. Это достойный юбилей. Вот здесь представлены работы, я так смотрю, как бы, видимо, из раннего периода. И хорошо видно, вот как бы, когда человек только наблюдал, где-то вот, и в итоге пришел к, ну, скажем так, большим художественным обобщениям. Художник, который работал не только во времени с героическим эпосом, но и в пространстве листа нашел свой лаконичный, узнаваемый и в то же время очень выразительный язык. Я думаю, вот этот путь, ну, скажем так, достоин, ну, как бы, пути большого художника, большого мастера. Я очень рад, что вот, я многие работы видел, но то, что вот так вот живьем еще раз вижу их. И еще раз поздравляю вас. Анатолий Григорьевич, ваши питомцы в графике работают? Да, у нас есть графика, как отдельный предмет в школе, и все ребятишки занимаются графикой. Это очень хороший язык. Вы знаете, мы очень рады, и наш музей очень гордится тем, что у нас находятся работы замечательного мастера, как сказал Евгения Гринанина, 350 единиц хранения находится у нас в музее. И мы можем вот эти работы показывать подрастающему коленю, чтобы они действительно, появилась у них такая вот гордость тем, что они живут на этой земле. И я хочу дать слово директору нашего музея, кандидату исторических наук Андрею Васильевичу Вольфову. Дорогие коллеги, дорогие друзья, уважаемый Владимир Васильевич, я хотел, конечно, в первую очередь сказать слово благодарности вам, здоровья, с предстоящим вашим юбилеем, творческого долголетия, чтобы ваша работа радовали не только жителей Хракасии, но и всю нашу страну. Но я бы хотел просто несколько слов сказать о последнем ощущении. Вот когда заходите в зал, в этот зал такой немногословный, но очень выразительный, потому что мы в этом зале с вами фактически соприкасаемся с национальным достоянием нашей земли, нашей Хракасской земли. И это национальное достояние выражено вот этих замечательных работах немногословного человека, который воплотил всю духовность вот этой великой, удивительной древней земли и выразил своих работ. Это действительно энциклопедия Хракасской жизни, энциклопедия Хракасской культуры, начиная с древности и касаясь современности. Посмотрите, насколько они яркие все работают. Будут ли это иллюстрации детских книг, будут ли иллюстрации художественных произведений, замечательных национальных писателей, или художественных эпос, но это удивительные, сконцентрированные по плотности сюжета, по плотности той духовной мысли рисунки, которые выражают особый, свой самостоятельный путь восприятия вот этого удивительного мира, который есть в Хракасе. Это, конечно, огромная заслуга речи от Иосифа, и это наше счастье, что такой художник живет на нашей земле и творит. И я хочу сказать, что это действительно событие и в жизни музея, и в жизни республики, что у нас есть возможность увидеть эти работы. А самое главное, возможность, у нас всегда бывает по-другому, сказать славу благодарности человеку, который это создавал. Спасибо вам, Владимир Иосиф Иосифович. И самое, что еще для меня удивительно, мы всегда следим за средствами массовой информации, за интернет-изданиями. Вот впервые я увидел предстоящий сюжет о нашей выставке, которая открывается, где уже люди говорят о том, что мы обязательно пойдем и посмотрим эти работы. Это многого значит. Значит, люди ждут, хотят, и это нужно. Спасибо вам, Владимир Иосифович. И главное, вам здоровья. Спасибо. Итак, выставка, посвященная 75-летию замечательного художника со своим собственным кером, со своим собственным почерком, Вечерда Иосифовича Сумракова, мы сегодня открываем. И я хочу сказать, что его картины, работы экспонировались на многих выставках разного уровня. И география этих выставок очень обширна. Абакан, Козыл, Красноярсного, Кузнец, Москва трижды. Представляете, из какой-то такой глубинки люди видят. И когда люди приходят на выставки и смотрят, строгие критики или просто зрители, они просто в освещении стоят, молча наблюдают, приходят один к тем и на другой, как бы проникаясь тем, что нам подарил, что нам показал Вечер Иосифович. Я вас всех приглашаю к соучастию, приглашении друзей, знакомых, всех, кого вы знаете на эту выставку. Она у нас проработает до 5 марта. Поэтому, пожалуйста, времени мало. Пусть у нас этот зал не будет пустым, пусть в этом зале всегда будут дети, пусть в этом зале будут и художники сами, потому что действительно есть чему поучиться. Спасибо, Вечер Иосифович. Ну, а сейчас я предлагаю свободный микрофон, если у кого-то есть желание великое что-то сказать в адрес. Пожалуйста, пожалуйста, Сергей Геннадьевич. Спасибо. 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 Спасибо.